Площадка «Старт» — это некоммерческий проект Центра Винзавод, который существует для поддержки молодых художников, прежде всего из регионов. И очень часто это первый крупный или первый самостоятельный проект для молодых художников. То есть это действительно самое начало, самое начало их карьеры профессиональной и художественной деятельности. Как все это работает? Художники отправляют свои заявки с информацией о себе и о проекте, который они предлагают для реализации. После этого я делаю выборку проектов, которые мне показались интересными, представляю их на обсуждение художественному совету. И художественный совет определяет и принимает окончательное решение о том, какой проект будет выставлен. Я думаю, что это очень важно для молодых художников, которые только-только начинают свою работу в сфере искусства. Очень важно услышать мнение экспертов или профессионалов. Меня зовут Олег Устинов, из города Ростов-на-Дону, но сейчас живу в Москве. Я учусь в школе фотографии и мультимедиа Мини Роученко, в мастерской Сергея Браткова. Эта работа называется «Трубы горят», это аудиовизуальная инсталляция. Она состоит из трех элементов. Это, собственно, горящие трубы, рэп, музыкальная составляющая и сцена. Этот рэп со сборника 100% рэпа, он на 100% записан на деньги Госдепа. Этот рэп со сборника 100% рэпа, он на 100% записан на деньги Госдепа. Трубы горят с утра у алкоголика, и в кармане где-то, в районе нолика. Нуля в квадрате, видно у руля, моя оценка его деятельности около нуля. Горят трубы, завтра волос загорят собочник. Горят трубы, значит нету маза, терпеть больше. Жажда свобода, это не желание. Мой пить, уволен из свободы, не хотим разбирать. Такое выражение «трубы горят» означает, что человеку нужно срочно выпить спиртного. С другой стороны, трубы — это наше все. По трубам нефть и газ уходят с стороны, но не все очищают тот доход, который получает небольшая группа людей от продажи газа и нефти. Собственно, хотелось бы, чтобы не горели бы трубы, что-то горело бы внутри, желание изменить ситуацию в стране и чтобы не просыпались какие-то гражданские чувства.